Вторая книга царств, глава четырнадцатая. И вошла женщина Фикоя, тянка, к царю, и пала лицом своим на землю, и, поклонившись, сказала, «Помоги, царь!» И сказал ей царь, «Что тебе?» И сказала она, «Я вдова, муж мой умер, и у рабы твоей было два сына, они поссорились в поле, и некому было разнять их, и поразил один другого и умертвил его. И вот восстало все родство на рабу твою, и говорят, «Отдай убийцу брата своего, мы убьем его за душу брата его, которую он погубил, и истребим даже наследника». И так они погасят остальную искру мою, чтобы не оставить мужу моему имени и потомство на лице земли». И сказал царь женщине, «Иди спокойно домой, я дам приказание о тебе». Но женщина Фикоитянка сказала царю, «На мне, господин мой царь, да будет вина, и на доме отца моего царь же и престол его не повинен». И сказал царь, «Того, кто будет против тебя, приведи ко мне, и он боли не тронет тебя». Она сказала, «Помяни, царь, господа бога твоего, чтобы не умножились мстители за кровь и не погубили сына моего». И сказал царь, «Жив Господь, не падет и волос сына твоего на землю». И сказала женщина, «Позволь рабе твоей сказать еще слово господину моему царю». Он говорит, он сказал, «Говори». И сказала женщина, «Почему ты так мыслишь против народа Божия? Царь, произнесший это слово, обвинил себя самого, потому что не возвращает изгнанника своего. Мы умрем и будем, как вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать». Но Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного. «И теперь я пришла сказать царю господину моему эти слова, потому что народ пугает меня, и раба твоя сказала, «Поговорю я с царем, не сделает ли он по слову рабы своей?» Верно царь выслушает и избавит рабу свою от руки людей, хотящих истребить меня вместе с сыном моим из наследия Божия. И сказала раба твоя, «Да будет слово господина моего царя в утешение мне, ибо господин мой царь, как ангел Божий, и может выслушать и доброе, и худое, и Господь Бог твой будет с тобою». И отвечал царь и сказал женщине, «Не скрой от меня, о чем я спрошу тебя». И сказала женщина, «Говори, господин мой царь». И сказал царь, «Не рука ли Иоава во всем этом с тобою?» И отвечала женщина и сказала, «Да живет душа твоя, господин мой царь, ни направо, ни налево нельзя уклониться от того, что сказал господин мой царь. Точно, раб твой Иоав приказал мне, и он вложил в уста рабы твоей все эти слова. Чтобы притчаю дать делу такой вид, раб твой Иоав научил меня. Но господин мой мудр, как мудр ангел Божий, чтобы знать все, что на земле». И сказал царь Иоаву, «Вот я сделал по слову твоему, пойди же, возврати отрока Авессалома». Тогда Иоав пал лицом на землю и поклонился, и благословил царя, и сказал, «Теперь знает раб твой, что обрел благоволение пред очами твоими, господин мой царь, так как царь сделал по слову раба своего». И встал Иоав, и пошел в Гессур, и привел Авессалома в Иерусалим. И сказал царь, «Пусть он возвратится в дом свой, а лица моего не видит». И пошел Авессалом в свой дом, а лица царского не видал. Не было во всем Израиле мужчины столь красивого, как Авессалом, и столько хвалимого, как он. От подошвы ног до верха головы его не было у него недостатка. Когда он стриг голову свою, а он стриг ее каждый год, потому что она отягощала его, то волосы с головы его весили двести сиклей по весу царскому. И родились у Авессалома три сына и одна дочь по имени Фомарь. Она была женщина красивая. И оставался Авессалом в Иерусалиме два года, а лица царского не видал. И послал Авессалом за Иоавом, чтобы послать его к царю. Но тот не захотел прийти к нему. Послал и в другой раз, но тот не захотел прийти. И сказал Авессалом слугам своим, «Видите участок поля Иоава подли моего, и у него там ячмень. Пойдите, выжгите его огнем». И выжгли слуги Авессалома тот участок поля огнем. И встал Иоава и пришел к Авессалому в дом и сказал ему, «Зачем слуги твои выжгли мой участок огнем?» И сказал Авессалом Иоаву, «Вот я посылал за тобой, говоря, приди сюда, и я пошлю тебя к царю сказать, зачем я пришел из Гессура? Лучше было бы мне оставаться там. Я хочу увидеть лицо царя. Если же я виноват, то убей меня». И пошел Иоав к царю, и пересказал ему это, и позвал царь Авессалома. Он пришел к царю и пал лицом своим на землю перед царем, и поцеловал царь Авессалома. Продолжение следует...